50 новых пляжей появятся в этом году в Подмосковье. Это будут официальные, специально оборудованные места для купания. Часть из них уже готова, другие в процессе. В Риотове, как известно, разрешенных мест для купания нет. Так что Дмитрий Дмитриев решил найти ближайшие, где можно будет отдохнуть в особо жаркий день. Ой, хорошо. А вроде только вчера вернулся из отпуска. Но, как говорится, отдыха никогда не бывает много. Поэтому сегодня я решил поискать места возле дома, где можно хорошенько отдохнуть, искупаться, позагорать и просто хорошо провести время. Это зона отдыха Белое озеро. Здесь официально разрешено купаться. Находится всего в 7 километрах от Риотова. Для летнего отдыха все условия – песочные пляжи, кабинки для переодевания и детские площадки. Приезжают сюда всей семьей. Даша на Белом озере впервые приехала из подмосковных Люберец. Говорит, что друзья здесь отдыхают каждое лето. Для нее, как для профессиональной спортсменки, главное, что есть площадки. Хотя чистота на пляже тоже подкупает. Нет мусора убрано везде, лавочки, урны стоят. То есть можно выкинуть, как на некоторых пляжах, выкидывать на пол, а потом людям же самим неудобно отдыхать. А это уже городской пруд – самое популярное место для летнего отдыха в Риотове. Купаться здесь хоть и запрещено, но для того, чтобы позагорать, нет никаких ограничений. Жители города сюда приходят ежедневно, и каждый находит занятия по интересам. Вот сейчас где-нибудь лягу и буду сгорать. Так, с семьей приходишь, шлычка поджарить, а так что? Так прогулю, свежую воздух на душу. Отдыхаю. Там есть площадка с детьми, гуляю. На городском пруду гуляем, делаем зарядку. В будни на пруду еще есть свободные зоны для отдыха. А вот в выходные дни приходится вставать намного раньше, чтобы занять свое место под солнцем. Кстати, отдохнуть можно и в городском парке. Дмитрий Дмитриев, Артем Удников для РТВ.